Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и это начало очередной партии в Сидмерс Цивилизейшн 6 на последнем уровне сложности, на божестве. Напоминаю, в последнее время я пытаюсь заставить компьютер меня победить, и стараюсь придумать какие-то такие условия, чтобы с одной стороны это всё-таки оставалось цивилизацией, то есть там были и взаимоотношения между компьютерами, и какие-то механики работали, а с другой стороны, чтобы мне было сложно, и компьютер пытался всё-таки меня хоть как-то обогнать в чём-то. И знаете, что я подумал? А вдруг всё проблема в том же, что мы не на стандартных условиях играем? То есть даже большая карта компьютер уже не понимает, что там делать. Ну вы же понимаете, разработчики изначально что-то делают, исходя из какого-то вот начальных каких-то условий, ванильных, а потом это всё скалируется, и там компьютер, может быть, не понимает чего-то. Поэтому я решил просто всё на стандартном сыграть, во-первых. То есть стандартная скорость пангея, стандартных размеров, то есть те 8 цивилизаций я не буду ни добавлять, ни убавлять. Естественно, без любых модов на расположение. Всё ресурсы стандартные, даже не ставлю исходное положение, стратегический баланс, просто тупо всё стандартное. Естественно, опять же, я обязан всем встреченным цивилизациям объявить войну сам. Не будем уже делать это, осуждать, и не будем ждать, чтобы они нам объявили войну. Судя по прошлому прохождению, не горят они желанием сами объявлять войну. Но я должен буду обязательно, если есть такая опция, обменяться столицами, например, или там показать какой-то город свой, чтобы компьютер это видел. И после этого объявлять войной. Плюс это ещё и сложность будет в том, что компьютеры ещё смогут ко мне тогда шпионов посылать в определённый момент. Более того, я сейчас выключаю все победы, кроме военной. Какая-то меня просили военную победу, я думаю, что на 8 цивилизаций это вполне осуществимо и не будет так муторно даже, как это было с религиозной победой. Всё-таки это можно сделать побыстрее, просто действительно захватив чисто столицу, например, в конце, если у нас есть ядерное оружие. Конечно, мы доживём до ядерного оружия. Ну и будем надеяться, вдруг эта опция означает, что и компьютеры будут только на военную победу идти и воевать, например, со мной постоянно. Никакие режимы не включаю, потому что, напомню, странно компьютер ими пользуется, не очень он умеет в это. Особенно касается случайных технологий социальных институтов. Это вообще, если вы хотите затормозить компьютер, то включите, он не понимает, что он теперь случайно и всё по своей накатанной дорожке какой-то идёт без ускорений. Ну и самое главное, ещё поставил себе, наверное, самые агрессивные цивилизации. Надеюсь, что так и будет. Но вот по моим ощущениям, когда я играю против компьютера, вот эти все ребята больше всего хотят воевать и стремятся и делают это. Ну а сам я буду играть за самую слабую по вашему голосованию цивилизацию. Если кто не видел и не понимает почему, то ссылка на рейтинг цивилизации есть в описании и в прикреплённом комментарии к этому видео. Посмотрите рейтинг цивилизации про Грузию, я там рассказываю, почему это самая слабая цивилизация в шестой циве. И по голосованию моих зрителей она с большим отрывом заняла первое место как самая слабая. Ну и традиционно, во-первых, я сейчас выложу сейв без всяких модов, потом я включу моды уже после сейва. А также ещё на всякий случай можете посмотреть случайные сид карты. Можете точно так же создать и вот этот сид поставить, и по идее у вас будет такая же карта. При этом вы сможете ещё со своими какими-то модами это сделать. Либо скачайте сейв первого хода, опять же в прикреплённом комментарии, и попробуйте пройти вместе со мной. Традиционно спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо вам за поддержку. Вас становится всё больше и больше, и это действительно вдохновляет делать видео, когда, знаете, кажется, кому надо ссорить, как я в стратегии играю. Ну то есть у меня постоянно такое чувство. А потом ссорю, у меня что-то всё больше людей даже за это деньги платит, чтобы это посмотреть. Поэтому и действительно хочется создавать, не останавливаться и придумывать что-то новое. Ну а для всех остальных серии будут раз в день выходить, поэтому давайте, наверное, начнём. Надеюсь, будет сложно. Ну что ж, интересно, где мы сейчас появимся, но прежде давайте вспомним особенности Грузии. Во-первых, убийство любого юнита даст половину от их силы в веру переведёт. Например, если какой-то юнит 100 сил имеет, мы его убиваем, то получаем 50 очков веры. Это примерно как греки в прошлой партии, только те получали культуру, а мы будем веру получать. Кроме того, каждый ваш посол в городе-государстве с доминирующей религией будет считаться за двух. То есть обращаем город-государство, отправляем туда послов и быстрее их присоединяем или долго удерживаем. Наконец, когда мы берём устремления в начале золотого героического века, то к вашему... Ну тут очень тупое объяснение, я вам проще скажу. Вот вы, когда выходите в обычный век, не в золотой, то вы можете выбрать какие-то устремления, которые будут вам давать очки этого века, чтобы выйти в золотой. Так вот, для Грузии это работает и для золотого, и для героического. То есть вы будете получать очки эпохи, даже если вы в золотом и героическом веке находитесь. Поэтому за Грузию довольно легко постоянно оставаться в золотом веке. Ну и наконец, 50% производства представительств оборонных построек. Я думаю, нам очень быстро понадобится, чтобы быстрее стены построить, и скорее всего, именно в стены нам надо будет и выходить. Итак, мы появились. Давайте я уберу свою рожу. Напоминаю, что скорость у нас стандартная будет, это надо учитывать. А, подождите, я же сейв не сделал. Сейчас надо сделать сейв. И я включу все моды после этого, чтобы они на сейв не влияли. Итак, делаю сейв. Напоминаю, он в прикрепленном комментарии. Можете скачивать и вот отсюда же начинать. Я сейчас загружусь обратно с модами. Решил вам еще и моды показать. Напоминаю, что сборник всех модов, которые я рекомендую, тоже я сделал в стиме. Ссылка в прикрепленном комментарии. Можете туда переходить, и все там моды идти будут. Бета-репорт-скрин лучше показывает всякую информацию по вашей империи. Разноцветные исторические моменты. Просто красивше так будет. Дальше это вы пины можете ставить на карте, которые будут сразу показывать соседство ваших районов. По-моему, очень удобно. Ну и Community Quick User Interface просто меняет интерфейс игры. Опять же, красивше это все делает. На карточках сразу показывается их выхлоп. Тоже включаем. Ну, цвета, наверное, не буду. Real Era Tracker тоже, наверное. Давайте вот настоящее изображение великих людей. Это интересно. Ну, а остальное все-таки влияет на игровой процесс, поэтому не буду включать. То есть там и... Хотя, ну, бета-баланс-старт сейчас-то уже не нужен, но все равно я считаю, что сейчас лучше это выключить. Ну что ж, место вроде хорошее. Вот тут у нас возможен кампус на плюс 4. Либо, либо опять же, священное место на те же плюс 4. Ну, я думаю, нет смысла вообще ходить. Остаемся здесь. Интересно, для кого эти горы созданы? По-моему, у грузин нету какого-то прописанного места появления. Поэтому это явно чьи-то горы. Так, ну тут надо начинать с юнитов, иначе у нас будут... Давайте даже, наверное... Не, с воинов все-таки. Думал, может, с прачника. Нет, с воина. Пожертвуем разведкой, но зато точно выживем хотя бы. Такое ощущение, что вот сверху уже тундра. Так, тут от 40 до 60 ходов до следующей эпохи. Но вряд ли, я думаю, мы выйдем... Ага, вот хотя бы руинку нашли. Тут сверху тундра. Я думаю, что сверху у нас соседей не будет. А вот... Ну, я бы сейчас, честно говоря, даже не особо... О, строителя дали. Вот это очень хорошо. Прям офигительно. Сразу обработаем. Ферму ускорим. Плантации. Правда нам... Слушайте, вообще нам горное дело надо. Зачем я лошадей открываю? Наверное... Ну, вообще, горное дело лучше давайте откроем. Наверное, вот эта ошибка была. Потому что мне точно надо ртуть обработать. Ну, хотя... Хотя третьим бы я, конечно, лошадей. Ну, у нас не стратегический баланс. Шанс наличия лошадей... Такой, я бы сказал, 50 на 50. Либо будут, либо не будут. Давайте, ух ты. Играли бы в корпорации Монополия, Конечно, у меня бы тут куча науки было. Но с компьютером... Обойдемся без корпорации Монополий. Так, наверное, давайте... Я думаю... Наверное, все-таки рабочим я здесь исследую. Тогда давайте сюда пойдем. Ага, вон у нас уже варвары. Я думаю, что надо ими заняться. Чтобы они мной не занялись. Так, вот тут выглядит неплохое... Ну, я все-таки схожу пока сюда вниз. Да, видите, тут хорошее такое ограничение горами. Я думаю, тот, кто у нас слева... Так, это у нас равнина. Давайте я сюда, пожалуй, гляну. Тот, кто у нас слева... Да, ладно, пускай быстрее вырастет. Тут у нас слева... Вряд ли ему будет тут удобно на меня нападать. Так, этот парень не будет захватывать моего рабочего. Ну, хотя я хотел сюда встать, посмотреть, что там. Ладно, давайте так. Ну, вообще, место для столицы хорошее. Очень так неплохо мы встали. Так, это у нас скаут мимо пробежал. Давайте сюда. Сразу будем атаковать. Ну... Тесно, какой... Ага, вот эту клетку будет забирать. Значит, пойдем к ней ртуть обрабатывать. Так, вот это он увидел мою столицу. Сейчас пойдет своим ребятам сообщать, но... От варваров, я уж думаю, я отобьюсь как-нибудь. Ой, а что так... Идеальное место укрепления от обороны. Что-то это... Что-то больно ударил. Сейчас мне еще в ответочку... Нет, не ударит. Короче, так, тут пока стоим. Ждем открытия свода законов, чтобы... Ну, блин. Чувак. Ну, ладно, у меня все равно еще три хода до... Так, теперь, наверное, прачника стоит. Нам повезло, что мы нашли строителя. То есть мы сэкономим время, чтобы мы строителя строили. Построим просто посело. Пока непонятно, правда, куда ставить. А что сюда пошел? Блин, мне надо вниз надо было идти. Фак. Что-то я... Я что-то зачем-то пошел защищать рабочего, хотя... Мне надо исследовать территорию, куда город-то ставить. У меня, очевидно, надо вниз куда-то ставить. Явно там соседей, потому что сверху тундра. Так, какую-то ГГшку встретили. Аютхая. Еще и первым встретил. Интересно. О, еще и чай здесь. Ну, точно надо будет вниз повезти поселенца, ставить город. Тут не такие классные места, как хотелось бы. Так, ждем открытия горного дела. Продвинули колесо. Вот теперь откроем все-таки животноводство. Я надеюсь, все-таки будут... Ну, если не будет лошадей, то я скорее куплю вот эту клетку. Все равно это животноводство надо, чтобы обработать. Мед обработаем. Пока ждем, конечно. Так, после прачника буду делать поселенца. Ерзает. Так, плюс 5 против варваров. И надежда на пантеон. Тяжелое поражение все еще. Блин, после животноводства давайте в астрологию, потому что я хочу все-таки религию. Вот чем плоха... Давайте, наверное, постою пока здесь. Чем плоха Грузия, что у нее нету... То есть она вроде и на религию заточена, но у нее нету ничего, чтобы ее получить быстро. Поэтому и... Немножко странновато. О. Ладно, давайте атаковать. Я надеюсь... Блин, я просто... Если этот... Я думал, скаут это с какой-то другого лагеря. А он сейчас вполне может... Ну фиг ли вы тут стоите постоянно, мешаетесь? О, озеро. О, оливки, кстати. Здесь очень... Может прямо на оливки даже поставить. Точнее не может, а у меня, собственно, единственные места. Либо сюда, либо сюда. Из-за Аютхая. Да, просто надо дальше... Я думаю, что сюда, потому что здесь горы. То есть тут больше места будет для развития. Так что я бы сюда поставлю город. Так, мы начинаем поселом. В общем-то, этого скорее поведу туда. Так, пять ходов до лошадей. Не хочу пока третью клетку обрабатывать. Я бы... Я бы подождал... Ну, опять же, повторю, если появятся лошади, то их обработаю. Если нет, то буду выкупать эту клетку и мед обрабатывать. Так что стоим. Верно, когда у нас уровень будет? Ага, возможно, следующим ходом. Стоим, ждем. Ну, я бы на самом деле сюда ставил. Я бы тут встал просто, чтобы никто не мешался здесь. Город ставить. И просто стоим, ждем. Так как мы всем обязаны войну объявлять, то... Так, это у нас холмы, да. Значит, стоим в защите. Так как мы обязаны всем войну объявлять, то, в принципе, чем позже мы кого-либо встретим, тем больше у нас шансов выжить. О, отлично. Возможно, даже в темный век. Не буду, не буду по картуте обрабатывать. Повторю, следующим ходом увидим... Либо увидим лошадей, либо... К меду пойдем. Ой, как он убился от меня. Итак, лошадей нету. Значит, метка хлебанем. Таким тортом-то метка не поесть, а? Ну, надо забирать лагерь, чтобы они мне там не мешались. Просто надо. Так что у нас тут в Тбилиси 13-5. Если так... Четыре. Вот, давайте четыре. Чем быстрее города поставим, тем лучше. Ну, я надеюсь убить этого скаута... О, видите, десяточка. Ну, короче, вера тут накапливается. Так. Пятьдесят. Ну, должно хватить. Наверное, давайте я... Холмы выкуплю. Так. И так. Хорошая клетка. Еще и мастерство ускорили. Посила построим за счет этой клетки. Быстро вырастим обратно. Блин, свалил скаут все-таки. Так, пантеон. Тропических лесов нету, тундра далековато, но пустыни нету, соответственно. Что у нас на руднике? Что-то было на руднике, я помню. Производство и вера от каждого улучшенного стратегического ресурса. Фак. Не совсем то. Так, а что у нас с престижем? Тут надо, конечно... Ну, вообще... Вообще. Пантеон на престиж. Вроде ничего так выглядит. Притягивающе и потрясающе. Предположим. Так. Запоминаем. Нету вообще вулканов. Неоткуда получать. Представительство района не надо. Появится строитель. Неинтересно. Вера. Рядом. Тоже неинтересно. 50 веры за каждую уничтоженную. А вон пост варваров. Культура от плантаций. Тоже нет. А, вот. Две веры от рудников редких и бонусных ресурсов. Вот что мы берем. Хотя тут... Ну, вот еще будут, да, рудники? То есть оно просто уже в начале неплохо. Ну, блин. А, с другой стороны, и на престиж тоже неплохо. Пища от лагерей. Ну, тут один лагерь всего. Пастбище. Нет. Болото. Чку за каждую искра божья тоже не особо. Так, ладно. Одна вера от клеток с престижем потрясающей и выше. Познятут притягивающей. Тут все-таки не по три. Тут потрясающий. Вот, раз, два, три, четыре. Тут я буду районы ставить. Нет, все-таки давайте на две веры от рудников. Религиозные идолы. Я ж не догоню этого скаута. Надо возвращаться. О, руинка. Так, вообще, а где народ? Ну, не то, чтобы я, правда, много исследовал. Но кто-то ж ко мне должен был прийти уже откуда-нибудь. Кроме варваров, я имею в виду. Так, создание юнитов. Или плюс прям... Ну, бог-царь, точно надо убирать? Давайте, наверное, на производство. Ну, надо, наверное, на юниты поставить, потому что... Сейчас надо поднастроить... Сейчас меня разграбят эту фигню. Сначала поднастроим юнитов, потом будем рабочих делать. Блин, чудо... О, блин, а что тут? Конец? Неужели я с краю оказался? Ну, пожалуй, военную традицию. Не, не пошел на что-то ртуть мне грабить. Странно. Эх, жалко, уже Аютхая бананчики забрала. Слушайте, а если... А, это, слушайте, из-за того, что я выполнил какое-то задание Аютхая, отправил туда караваны... Не караваны, а посла. За послов они могут присоединять клетки. Чисто из-за этого. Так, что я хочу? Реликвию. Опыт. Ну... Такое. И будет у меня уровень. Да еще и до уровня даже не хватило опыта. Так, тут я лучше нарост включу. Так и так. Быстрее вырастить. Все, Тбилиси. Варвары берут Тбилиси. Вы посмотрите, что творится. Руинка видна. Ну, кстати, это, между прочим... Если кто не в курсе, блин, тут пройти нельзя. У поселенцев дальше обзор. И за счет этого он увидел эту руинку. Ну, что, разграбит. Не грабь посиднее. Разграбил. Блин, я сюда хотел пойти. Черт. Мисклик. Так. Тогда, тогда здесь давайте вот так обрабатывать. Не уверен еще по поводу... Вот здесь, я думаю, какой сюда район поставить. Но, во-первых, я пока не могу камень убрать. Это смогу только здесь сделать. Поэтому, я думаю, что стоит отложить это вот место под кампус, а священное место сюда поставить. Потому что религию нам надо. Кстати, по поводу пророков. Еще никто не набивает. Ну, стандартная скорость тут, конечно, не скоро еще откроется. Так, пожалуй, тут с монумента я все-таки начну. Не, давай-ка с роста. Не понял, куда делись. Житель. Почему я переключилась на... На линзу веры? Ох, ты ж, блин. Ну, понятно, вот сюда у нас кампус падает. Главное, чтобы Айтхая не выкупила эту клетку. Ну, и, видимо, сюда. С наукой я тут не вижу, чтобы у меня были проблемы какие-то. Впереди. Так, ну, надо возвращаться. Видимо, вот так проходить к руинке. Есть такое ощущение, что у меня справа нету соседа, что там океан. Как-то вот так мы... Так, наверное, давайте третьего прачника построю сначала. Видно, Айтхая уже туда куда-то пробралась. А Айтхая, кстати, вот хреново место заняла. Тут бы у меня мой еще какой-нибудь город бы неплохо встал. Так, тут зима надо будет постоять сейчас в защите. Не должен он убивать. Нет, он решил ко мне даже не идти. Стрельбу из лука ускорили, обработку бронзы ускорили. Чудо, естественно, я открою, когда уже астрология будет изучена. Вот прям классика будет. Обработка бронзы, стрельба из лука. Наверное, потом рабочего сделаю. Большой бассейн. 27-й ход на стандартный... Ну да, где-то 13-й. Черт, как-то он тут... Больно бьет. Давайте постою. Тут отойду так. Тут так подойду. Куда-то он либо встанет, у меня как минимум два прачника будет его обстреливать. Да, слушайте, тут океан. А тут я защищен горами. Что-то опять... Опять тебе повезло с местом, я и понимаю. Ну, в том плане, что, видите, у меня нету в начале каких-то проблем пока. Так, ну строитель нужен. Блин, а там два хода... А никак я не могу остановить. Чуть-чуть буквально не хватает астрологии. Тут наука... Давайте попробуем так. И так сделать. Все равно два хода. Интересно, если эту клетку... Сок, у меня не хватает, короче, конкретно науке. 50. А накоплено сколько? Чего это нигде не посмотреть? 6,5. Так что думаю, выкупать мне эту клетку или нет. А, на 80 стоит. Я все равно не могу выкупить. Ну, тогда нет смысла. Все равно два хода. Так, 10 ходов. 14. Ладно, не буду... Не буду залочивать. Хай, какой хочет обрабатывать. Так, и у нас стоит пока на юниты. На юниты. Вообще, надо, конечно, плюснуть через 4 хода только. Ладно, давайте воина. Простите, а в хифсуров кто апается? Вот, хифсуры это... Какой у нас юнит? Где они вообще? Вот они. Хифсуры. Замещает латника. То есть, это все-таки рукопашники. Давайте тогда дуболома. Разграбит, интересно. Ладно, скаутом нападает. Фак. Вот это не очень... Сваливаем. Так, ну, вроде нормально все. Вот этот вообще скаут может... Твой... Ну, блин, такой камикадзе. Вот это, конечно, трындец. Так он хотел меня убить. Блин, надо еще прачника строить, получается. Так, священное место. Плюс один. Здесь плюс два. Ну, тут на самом деле будет потом когда-нибудь плюс два. Из-за соседства с кампусом и центром города. Но... Так, тут плюс два из-за лесов. То есть, тут гора и два леса. Просто подумал, может мне где-нибудь ромашку делать? Сейчас, ну, тут вот жалко, ромашка, не хочу вот это убирать. Потому что эти два... Ну, медь будет мне две веры давать. Хорошо, вот здесь плюс два. Предположим, я правительственную площадь сюда поставлю. Ну, тут плюс два опять же залез. А, блин, здесь... Не, подожди, вот так вот ромашку вокруг. Тут одна гора, правда. Но, в принципе, вокруг здесь центр коммерции. Ну, давайте, предположим, у нас за счет меток мы можем увидеть выхлоп конкретный. То есть, сюда священка. Сюда, например, центр коммерции. То же самое здесь. Сюда центр коммерции. Сюда священка. Непонятненько. Сюда вообще выглядит нормально. Мне нравится. Я бы, наверное, сюда священку ставил. Да. Ну, в очередь запихну. Надо дуболома доделать. Конечно. Так, стрельбу. Нет, давайте обработку бронзы откроем. И вообще нам бы в стены выйти. Блин, мне надо камень обработать. Ну, а я рабочего... А, я рабочего тут не делаю. Ладно, пока ждем. Вот опять мод. Видите, сразу карточки, метки убирает, если я поставил уже тот район, который я хотел. Два. Две вера. Ну, слушайте, вообще хорошая способность. Это Грузия. Ну, тут, она, конечно, зависит от того, веру, религию мы будем основ... Сможем основать или нет. Вообще посмотрим. Ну, пока на Пророка никто ничего не читает. Окей. Никакие не наняты. Хорошо. Блин, а что он тут стоит? Долбанная Ютхай. Как вот она сюда влезла? Так, ну... Тут еще на плюс четыре у нас кампус. Ну, тут, наверное, какой-то город я буду еще ставить. Вот тут явно река. С два-три. Вот тут где-то явно город у меня будет на побережье. И тут где-то город. Так, пока пропускаю ходы просто. Чего он эту клетку обрабатывает? Ну, вообще, да, это лучше получается. Блин, мне рабочий нужен. Может, сначала рабочего? Что это реально надо починить? Ну, у меня не стоит карточка на строительство рабочих. Ладно. А купить рабочего сколько стоит? Я не сдаю уровень уровня. Ак-сас я там что-нибудь поменяю. Интересно, сколько купить. О, 215. Не, это дорого. Так, давайте отсюда выйдешь и пойдешь там с варварами разбираться. Как насчет повоевать? Так, юниты я точно сейчас не строю. Теперь плюс 5 против варваров. А здесь, наверное, на строителей плюс 30. И все-таки сначала строителя сделаю. Блин, 6 ходов строитель. Ну, 5 норм. 5 норм. Так, трудовую повинность потихоньку. Давай, скаут, ко мне сюда подходи. Отлично. Ты умрешь. Так, я вот тут постою в надежде, что Эдхай сейчас туда попрется. Тут где-то лагерь варваров, несомненно. Но мы, походу, в темный век выйдем. Хотя, слушайте, еще ходов-то дофига. Еще от 10 до 28 ходов. Так что не факт. Теперь подходим. Подходим, подходим. Так, а здесь, может, мне этим и не идти прачником. Тут где-нибудь потусим. Да, мне явно куда-то сюда надо город ставить и сюда. Отлично, убили Эдхай, этот мешавшийся мне юнит. Заберу руинку. Ускорение ранней империи. Хрень полная, потому что я бы ее точно сам ускорил. Ну, там 6 жителей надо, общее количество во всех городах. Что, у меня не было бы 6 жителей. Встану где-нибудь сейчас здесь. Так, я еще очко эпохи зачем-то получил. Так, здесь мы вот так отойдем. И просто стоим в надежде, что он сюда влезет. И тут мы просто стоим в защите. Он будет биться об нас. Так, пророка никто пока не читает. Прикиньте, они там между собой воюют все. Где-то. Ну, короче, первая серия у нас чистого развития, походу, будет. Блин, я надеюсь, что он сюда... Ладно, пока постоим, тогда в любом случае. Тут, значит, ремонтируем. Производство, производство, производство. Надо ртуть отремонтировать будет. Тут просто встану. Кавказ. Ну, вообще, конечно... Посмотрите, я проверю, реально ли у Грузии не прописаны горы. Да, реально. Проверил, что у Грузии вообще не прописано никакое место появления. То есть, это чистая случайность. Ну, Кавказ красиво. Прям историчненько. Девять ходов. Ну, надо в темный век. Так, сколько нам очков не хватает? Десять очков. Если мы убьем тот лагерь, это три будет. Я бы лучше не убивал лагерь. То есть, сейчас будем разбираться с этими варварами, но... Не усердствовать. Ну, вот, видите, чувак как раз тут бежит, поэтому я вот так встану. Так. Может, и тут сразу священочку-то... А, блин, тут надо... Так. Блин, я не... А, заменил. Фу-то. Испугался. Я рабочего. Не поставил карточку, типа, на... Еда-производство. Да, нормально. О! Как он хорошо тут встал. Ремонтируем. Три хода до священки. И ученых. Ага, кампус построили. Полк. Но это может быть, кстати, не... Судя по тому, что плюс два, то это может быть не район, а чудо. То есть город у чудо постав... А, хотя, подожди, тогда бы торговца набивала. Нет, это все-таки район. Это район. Но меня вот волнует, что пророк... Не волнует, беспокоит, чтобы пророка не набивали. А если бы я успел религию основать. А сколько к этой религии на этой карте будет? Так, я, наверное, пока не буду лезть вперед. Тут у нас прачник стоит. Пока просто стоим. Так, я бы, наверное... Хотя... Хотя, хотя, хотя... Что у нас сейчас обрабатывается? Вот эти две клетки, да? Тогда я бы, наверное, вот здесь... Шахту поставил. Смотрим наличие железа. Есть вот тут, хорошо. Тут вот явно я буду просто где-то вот прям сюда город ставить. Ух ты, в тундре сколько железа. И тут... Короче, железа у нас дофига, зашибись. Лошадей нету. Нету лошадей. Безлошадные джигиты. Да, я понимаю, что... Типа... Шахты здесь бы мне давали, здесь и здесь веру. Но я не буду их обрабатывать, скорее всего, эти клетки пока что. Надо быстрее вырасти. На еду, на еду. Я буду эту и эту обрабатывать. Так, а плантации... Давайте орошение откроем. Надо чай обработать еще. Ну, кайф, нарабатываю веру просто за битвы. Очень классно, очень мне это дело нравится. Так, правительственная площадь, воинская повинность. Ну, наверное, не буду менять пока. Пускай строители. И пускай плюс пять против варваров. Пошли в политическую философию. К сожалению, международную торговлю не открываем нифига. Так, а кого нам нанять? Ну, вообще, под Магнусом это и это вырубать. И, в принципе... Давайте, наверное, Магнуса, кстати, ребят. В данном случае Магнус будет в тему. Тем более, тут постоянно поселов буду строить. Так, наверное, надо почитать проект на религию. Я очень хочу религию основать. Прям спать не могу, как хочу быть религиозным жевжиком. И верить во всякое разное. Пока каменную кладку... Да, знаете что? Давайте я, наверное... Так, тут строитель четыре хода. Но я им буду этот лес. Давайте я, наверное, вот сюда пойду обработаю камень. Тут не хочу обрабатывать, потому что мне его вырубать надо, чтобы каменную кладку ускорить. Здесь прочитаем молитвы в священном месте. Но тут делаем рост пока. Да, вот так. Потому что три жителя это маловато. Не буду ничего менять. Вот тут вот лагерь. Фига, сколько их тут. Так. Тут интересно. Ну, видимо, вот сюда будем ставить город. Чтобы на реке было точно. Всегда только один город влезет. Ну и нам, соответственно, тут надо где-то еще поставить. Вот это... Значит, ядро нашей империи будут вот эти четыре города всего лишь. Потому что места-то больше и нету. Эти минанки. Наверное, постою пока. Пускай обстреливает. Кстати, удивлен, что никто религию не делает. Неужели я таки выбрал нерелигиозные цивилизации? Прям... Обычный компьютер всегда любит? Давайте глянем. Реально? Только у меня она накапливается. Прикол. То есть никто из цивилизации больше не построил священку. Зато вон ломанули в науку. Прикиньте... По науке. Может, я зря научную победу отключил? Ну, мы проверим. Слушайте. Мне кажется, будет видно, успел бы компьютер или нет. Правда, они так проекты тоже не любят строить особо. Ну, тут стою в защите. Лечимся. Гончарное дело. Но это мы ворошение дальше. Чтобы обработать чаек тут. Ускоряем каменоломни. Но я бы сначала орошение открыл, а потом каменную кладку. Потому что мне тут нет смысла спешить со стенами. Слава богу. Так, этим я буду вот... Блин. Ну, вот это они, конечно, не в тему тут. Блин. Ни фига тут это Аютхая тусит вообще. Знаете, такое ощущение, что ей просто негде тусовать. Такое ощущение, что тут нету прохода. Да, давайте я гляну. Точно. Вот здесь все перекрыто. Вау. Я вообще в каких-то тепличных условиях получается. Ко мне вообще не подойти, что-то. Так, а давайте я вот так отойду. Надеюсь, он сюда войдет. Блин. Ну, давайте еще, наверное, строителя тогда еще одного. Оракул. Ну, там чудеса все строят. И античность для Грузии это темные века. При том, что в реальной истории, наверное, грузин еще и не было. Кстати, а кто предки грузин? Вот откуда это все появились они? По-моему, они как-то даже с басками связаны. Испанцами. Ну, ладно. Продолжение в следующей серии. Спонсоры могут поискать ее прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных она появится завтра. Пожалуйста, не забывайте, что можно параллельно со мной проходить. Ссылка на сейв первого хода есть в описании. По-моему, место для новичков, чтобы сыграть на божестве, очень неплохое получилось. Ну, реально, просто хорошее место. И вас тут, на вас сразу не нападают вообще. Ну, надеюсь, что в следующей серии мы хоть кого-то встретим. А то пангея, пангея, я опять тут сижу в развитии играю, а хотел повоевать. Ладно. До следующей серии. Играйте вам на игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok